Александр Павлович, брат Николая Первого, он отказался от своего права на престол, так это было скреплено, его трех экземпляров он написал записку об этом, грамоту, потом по этому поводу Александр Первый издал манифест, все это хранилось в трех местах, в Успенском соборе, у государя Александра Павловича и у Марии Федоровны. И то все равно воспользовались и блазмуты декабрийские и так далее. А здесь какая-то закорючка, непонятно на чем написано, не предусмотрено никакими законами, но что дальше? Мы сейчас не будем даже говорить конкретно о том, что происходило там в Пскове, сейчас коснемся этого. Ну что дальше? Ведь даже если бы вдруг государь, ну действительно отрекся от престола, вот формально сказать, я отрекаюсь от престола, хотя это невообразимо даже, то есть, если мы возьмем какую полузаконную форму этого выражения, то в таком случае это отречение где-то приравненно к его смерти, да, как будто бы он имен. А что следует дальше? По естественному законодательству. Это ступление на престол немедленно, без всяких оговоров, без всяких разговоров законного наследника цесаревича Алексея Николаевича. Все. И это никто не мог, ни Николай Второй лишить его этой власти, ни великий князь Михаил Александрович, никакой сенат, никакой, никто не мог лишить законного наследования престола наследника цесаревича. Он становился императором Алексеем Вторым. Все. А так как этого не произошло, появляется великий князь Михаил Александрович. Ситуация очень интересная. План с разработкой великого князя Михаила Александровича, возведения на престол, первые вообще разговоры относятся аж к 1798 году. А в 1901 году, когда государь очень тяжело заболел в Левадии, до сих пор неизвестно, что это было, вполне возможно отравление. Потому что государиня, она жила, она была беременна, и она жила с ним, она не пускала к нему никого, она давала лекарства, то есть она совершенно не боялась заразиться. Так вот, уже Витте предлагает в качестве наследника, в случае смерти императора, великого князя Михаила Александровича. И когда все сказали, а если у императрицы родится мальчик, ну нет такого претендента, будет Михаил Александрович. Хотя такой претендент был оговорен Николаем Первым еще в 1828 году. Четко был манифест, что если вдруг государиня беременна, а император умирает, то брат императора становится правителем до рождения ребенка. Когда рождается ребенок, то если это мальчик, он вступает на престол, а если девочка, вступает правитель на престол. Все, все было говорено. Витя там мог говорить что угодно. И дальше, непосредственно имя Михаила Александровича все время упоминается. Упоминается, упоминается, упоминается. Вот сообщение охранного отделения, я видел охранное отделение. Там говорят, что скоро будет пюророт в пользу Михаила Александровича, там будет, там, 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 там. Поэтому это вовсе совсем не удивительно, что вдруг появляется, значит, этот манифест в пользу Михаила Александровича. А в чем ужас вот этого передачи? Почему я глубоко уверен Что государь Не делал этого Или если не это делал То по тем причинам Потому что Михаил Александрович Кроме абсолютной легитимности Передачи ему через голову Насленника Цесаревича Он не имел Незаконной императрицы жены Она была незаконной жены Он совершил При всем уважении к нему Как командируют Как брату императора И вообще к человеку мужественному Но кто был слабовольный Так это был Михаил Александрович И самое главное Что он совершил грех Изменив императора Не императору, а слово изменив императора Он женился на Вольверт Наталья Сергеевна Шереметьевская Она же Гульвер, она же Мамонтова То есть он Дав слово государю никогда не вступать В брак Государь признал его сына Фактически Он вступает Он вступает Женец в ней Значит она бы не была Законной императрицей Ее наследники Его дети Не были У него не было наследника И так у него нет ни жены Ни наследника И он находится под очень сильным влиянием Родзянка И всей прочей компании Его немедленно блокируют Как только он его выманивает Из Гатчины в Петроград И немедленно блокируют В квартире Путяти И на него сразу идет обработка Кстати говоря Если Значит Текст государя От так называемого Течение печатанной машинки То Мы не знаем Мы знаем Какого авторства Потому что сохранилось Эти Сохранилось Несколько копий Черновиков Этого текста Они в Америке хранятся Был такой Николай Алексеевич Александрович Базилий Он был тот же Заговорщик И он разрабатывал Вот этот текст Который Государю передали Сначала Рассматривал Как передачу Престолу Как Разглашение Ответственного Министерства Так вот Там есть Правка Генерала Алексеева По тексту И Базилий Вот они вместе Составляли этот текст Который мы сегодня Имели Но в случае С Михаилом Александровичем Там вообще все Написано рукой Набоку И только Подпись Михаил Это Подпись Великого князя Причем Совершенно не ясно До сих пор Какого числа Это было сделано Потому что Его секретарь Джонсон С которым его убили Он утверждал Что Третьего марта Ничего не было решено Не решено Четвертого марта Мы должны были встретиться Еще раз с Гучковым Но эта встреча уже не состоялась А вышел так называемый Минифест Михаил Александрович А что в чем ужас Этого минифеста Он не отрекался От престола Он Говорил Что он готов Принять престол По решению Учительного собрания Что это такое И поэтому Никто не мог сказать Что я занимаю престол Потому что он был Как бы наследник Да Мы передали престол Но ничего никто И не мог делать Потому что Повисла ситуация В воздухе Но когда мы говорим О государе В Пскове Мы должны понимать Что он прибыл Туда Уже лишенной свободы Это раз Он не имел Никакой свободы Действий Он был арестован Фактически Он был блокирован В Малой Вишере Окончательно Он был взят Под контроль Поезд На станции Но Ведь Давайте так Последний Никак большой Говорит Ведь государь Выполнил Как земной царь Ради сохранения Своей земной власти Все до конца Когда он В ставке Он же выманен Алексеев Его обманом Выманил в ставку Скорее всего Приоткрыв Что в ставке Зреет заговор Потому что Совершенно непонятно Почему государь Выехал в ставку Он приехал После убийства Григория Федоровича Распутина Он приехал В Петроград И собирался там Долго оставаться А тут он выезжает в ставку Но как только он понял Что в ставку Его выманили Он Поручает Что Как только он узнает Что в Петрограде Начались волнения Четкая телеграмма Поверевая Прекратить беспорядки Недопустимые Во время войны С Австрией и Германией Четкая приказ Что там делать Как реагируют Хабалов И Беляев А что скажут Наши союзники Когда будут трупы Валяться на улицах А как это Нам эта телеграмма Как обухом По голове дала И когда мы поняли Что они не выполняют Выданые данные приказы В силу разных причин Сейчас мы вам говорим Он посылает Генерала Иванова С Георгиевским батальоном Что должен был делать Генерал Иванов Он не должен был Подавлять Мятеж в Петрограде Он должен был взять Под контроль Царское село И ждать Приезда императора Там должны были быть Ставить верные части Чтобы император Прибыл не к мятежникам А к своим войскам А подавлять Мятеж Он государь послал Четыре полка Кавалерии Артиллерии Из фронта И артиллерийскую бригаду Батарею Вот эти войска Должны были подавлять Мятеж Причем С Ивановым Он сказал так Что мы выезжаем вместе Двумя дорогами Я еду более длинный Чтобы вы быстрее Доехали до царского села А сам пребуду позже Но что мне уже Прибыть туда Где когда вы будете вы Мы идем параллельно В случае чего Вы приходите на помощь К моему поезду Иванов сказал хорошо Царь выехал А Иванов выехал Через 12 часов Постолько выехал царь То есть царь остался Абсолютно Беззащитен В дороге И поэтому когда спрашивают А где был там Был конвой Так конвоя не было Конвой это был Иванов Который должен был следовать И который его предал И поэтому Когда мы говорим Что происходило там Мы всегда должны помнить Что государь был в ловушке На него Оказывалось чудовищное давление Не тем Что там Они семью его убьют Или это Это все Сговор Человек который потом Взошел на Голгоф Он взошел тогда Не это Ситуация была Как ему вырваться И я думаю Что что-то Он мог оставить Что-то он мог оставить Берите Забирайте И так далее Но Это тоже сомнительно Потому что Если бы это было сделано То есть во всяком случае Это либо было сделано так Что это можно было Немедленно Все было видно Что это противозакон А либо это вообще Не было сделано Почему Потому что смотрите Если бы государь согласился На отречение от престола Даже сказал бы Я готов И все это А чего же Его не в царское село Повезли Как этого Алексеев ждал Алексеев ждал Чтобы повезут его В царское село И депутаты Госдумы Два такой Был Лебедев Он говорил Сейчас повезут государя Который в царском селе Сделает важное Заявление По изменению государственного строя А его место царского села Везут под контрольную ставку И Бучков говорит Что мы знали Что Николай хотел вернуться На престол Поэтому не отправили его в ставку Где он контролировался Изменниками до тех пор Пока Другая часть Занималась Второй частью Свержения монархии Это все ситуации С великим князем Михаилом Александровичем Продолжение следует...